Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Даже не верится, что те семена, которые мы сеяли вот в эти самые контейнеры, так замечательно выросли и уже практически готовы к высадке в грунт. Да, сегодня будем говорить о рассаде. О наших достижениях. О нашей рассаде, о нашей, да. У нас несколько передач было посвящено тому, как правильно вырастить рассаду в домашних условиях. И мы вас уверяли, что ничего сложного в этом нет. И вот вам пример. И мы говорили с вами, сеяли и питунью, и томаты, бархатцы, астры, потом их пикировали. И вот что у нас получилось, какая у нас рассада. Сегодня хотелось вот показать вам ее, что у нас выросло. Потому что скоро она отправится на дачу и будет там занимать постоянно, займет постоянно место жительства. И вот перед отъездом нам хотелось показать, что у нас выросло. И мы надеемся, что многие наши телезрители, кто смотрел нашу программу, наверняка выращивали рассаду в домашних условиях, в квартирах, в своих домах, может быть, в парниках. Конечно, выращивание рассады – дело затягивающее, привлекательное. Во-первых, и плюсы какие в этом, то, что выращена самостоятельно рассада намного дешевле. Попробуйте купить рассаду на рынке, ведь все это цены кусаются и еще как. А сам выращиваешь рассаду, конечно, ты и дешевле. Тебе это обходится, это раз. Во-вторых, это процесс такой очень интересный, особенно для наших дачников, которые весной скучают уже и за землей, и за зелеными листочками. Ну, а в-третьих, еще один плюс – то, что вы можете вырастить для себя то, что вы хотите. Именно тот сорт или гибрид. Потому что, купив рассаду на рынке, нет стопроцентной гарантии, что вы купите именно то, что вы хотите. Вам продадут и скажут, что это то, что это, допустим, томат бычье сердце, но там вырастет неизвестно что, какой-нибудь пуговка или алпатио-грибовский какой-нибудь сорт. Поэтому, конечно, плюсы в выращивании рассады есть. Но процесс, конечно, и трудоемкий, может быть, наша рассада не такая красивая, чем та, которая стоит на рынке, продается. Там она, конечно, и упругая, и крепенькая, потому что она выращивалась в самых подходящих для нее условиях. Ее выращивали и в специальных парниках, в теплицах, с регулированным температурным режимом. Там поддерживался влажностный режим, и освещенность была нормальная. А мы с вами пользовались тем, что у нас есть. Комнатные условия. Светло на улице, солнышко светит, и наши рассадки хорошо. А пасмурный день ничего мы, конечно, исправить не могли. Поэтому, может быть, наша рассада уступает по внешнему виду покупной. Но я хочу сказать, и это мое личное мнение, что домашняя рассада, она лучше приживается. Потому что вот мы ее привезли на дачу, вот в этих контейнерах. Мы ее нигде не переставляли 10 раз туда-сюда. Мы ее привезли и сразу посадили в грунт. А представьте, вот на рынке. Вот ее вырастили где-то в тепличном комбинате. Ее нужно было загрузить в ящики, погрузить в автомобиль, довезти до рынка, разгрузить. Потом она стоит там, может быть, не один день-два. Ей передают товарный вид, ее опрыскивают без конца. Она стоит там на солнышке, где-то подвяло. Пока вы ее купили, привезли домой. Представьте, сколько она претерпела. Бедняга, пока она добралась и еще доберется до вашего участка. Поэтому я за домашнюю рассаду и хочу показать вам, что же у нас выросло, кроме томатов. И нашей питунья. Вот мы сеяли. Так, это у нас шток роза. Ну, просто в народе она называется мальва. Ну, это цветок нашего детства. И я помню, она самая-самая обычная. А вот здесь мы не могли устоять и не вырастить эту рассаду. Вот шток роза, мальва. Видите, какая она смесь сортов, смесь окрасок. И она махровая. Так что, я думаю, будет у нас на дачах красота необыкновенная. Дальше вырастили еще цинерарию. Вот у вас, Маша, стоит цинерария, вот пакетик. Кстати, я хотела бы обратить внимание наших телезрителей. Мы, как и показывали, как и говорили, в каждом контейнере остался пакетик с семенами, чтобы ничего не перепутать, ничего не забыть и, в общем-то, понять. Хорошие семена, нравится нам эта фирма, будем ли мы с ней работать в следующем году. Все у нас этикеточки, все... Ну, по всем правилам. Да, все-все-все сделано. Сеяли, сажали по всем правилам. Ну, цинерария, мне кажется, отлично выглядит. Цинерария замечательно выглядит. Просто идеально. Да. И я всегда, когда... Для своего возраста. Да, когда прохожу, любуюсь, когда она в клумбах, вот она где-то, или вдоль бордюра, или она же низкорослая, где-то 20 сантиметров, до поздней осени вот эта серебристая резная листва ее так украшает дачи. Поэтому мы решили в этом году вырастить цинерарию. Дальше мы вырастили виолу. Вы видите, какие у нас красивые сорта. Самые разные. Крупноцветковые, во-первых, диаметр цветка до 10 сантиметров, плюс у нас еще виола. Посмотрите, какая махровая. Замечательная расцветка. Виола шалона. Ну, пока, конечно, наша рассада не цветет, и это все правильно. А вы знаете, мне даже кажется, лучше, когда она не цветет. Не все цветы любят пересадку во время цветения. А нам, конечно, стараются продать цветущую. Если не с бутонами, то уже цветущую. А пересадка для каждого растения – это стресс. Во-первых, нужно довести до места, нужно посадить, пока вы там приготовите почву, все сделаете. Растения страдают от этого. И, как правило, первые цветы, они потом очень быстро увядают. А вот такая рассадка, вот она еще нам рано, конечно, сажать. Мы будем сажать где-то в середине мая, поэтому она до середины мая у нас еще подтянется. И будет еще лучше. Вот это наша вербена. Очень красиво. Видите, уже корневая розеточка у нее формируется. Резные листочки. Ну, все знают прекрасно вербену, как она красиво цветет на грядках. Ну, про петунию тут даже разговора не ведется. Мы сели с вами петунию. Посмотрите, как она… Пикировали ее вовремя, мы вам все про нее рассказали. Как посеять, как разложить семена, какая она капризная, какие росточки маленькие у нее были. Просто миниатюрные. И мы ее пикировали просто очень-очень аккуратно. И посмотрите, какая красавица выросла. Тоже стоят этикеточки. И в каждой ячеечке у нас по одному растению. Конечно, можно было и побольше им дать площадь. Но когда хочется вырастить все, и все нужно разместить на подоконнике, конечно, места не очень много. И я хочу сказать, что когда выращиваешь рассаду в домашних условиях, некоторые, конечно, и стараются, ну, мало навыков, допустим. И основные причины, по которым может не удастся рассада, их может быть много. Ну, во-первых, и не схожи семена могут быть, да. И вы, допустим, загустили посевы или не вовремя распикировали. Хотя мы вот старались все, если все делать вовремя, все будет нормально. А основная причина, по которой может не удастся вырастить рассаду хорошую, нормальную, здоровую, это плохая, плохой почвогрунт, плохая почва. И поэтому я вас призываю, вот я в этом году столкнулась с тем, что мы покупали почву готовую в магазинах. И почва не всегда соответствует нашим желаниям. Мы покупаем, конечно, для цветов отдельно почву, для овощей отдельно. И покупаем в одном магазине, в другом, разных производителей. И часто получается, что некоторые торфяные вот эти смеси практически не годятся для растений. Вот я вам покажу вот такую смесь. Когда вы начинаете ее брать, и получается, что вот такие включения у нее, камни. Вся она такая тяжелая, половину нужно ее отбраковать. Потому что растет в такой смеси, растут растения очень и очень плохо. Кроме того, в этом году мы пытались вырастить рассаду в таких таблеточках. Вот они бывают разных видов. Вот есть таблеточки вот такого диаметра. Видите, она повыше и покрупнее. И есть таблеточки вот такие, поменьше. Но хочу сразу сказать, что ни в этом случае, ни в посеве крупные, ни в маленькие, ничего у нас не получилось. Вот вы их заливаете водичкой. Вот эти крупные таблеточки, они без оболочки, без сеточки. То есть ее нужно сразу ставить в какую-то ячейку, в отдельную. Чтобы потом, когда она набухнет, она разваливается, она теряет форму свою, ее же оттуда потом не вынуть. И растение, когда мы туда сеяли, вот в эту торфоперегонную таблетку, растение вырастало. Всходы появлялись. Ну, наверное, за счет того, что в семени еще питательные вещества были. Когда появился росток, он очень быстро погибал. То ли торф здесь не очень качественный, может, кислотность очень высокая. То есть, в общем, эксперимент... Таблетки нас в этом году подвели. Мы пытались и в этих, и в этих. Да, вот эти таблеточки маленькие, они в оболочке, в сеточке. То есть, они набухают, и они держат форму. Но расти растением здесь практически невозможно. Не знаю, может, такое качество таблеток, может, такой производитель. В общем, мы в любом случае за контейнеры, пластиковые, торфяные. И за хорошую почву. Поэтому, если вам не трудно осенью, привозите домой себе, сделайте хорошую, нормальную почву. Возьмите песок, возьмите перегной, торф, свою землю садовую. Смешайте в равных количествах, в равных. И где-то пакет килограмм на 10 привезите вот этой почвы. Потому что вот в этой почве здесь чистый торф. Какой он? Не написано. Тебе напишут, что он с нейтральной реакцией среды, а он может быть кислым. Потому что у нас очень часто, вот если нам удастся вам показать, вот вы видите, вот эти растения томата мы сажали в одну почву. Мы ее купили в магазине, положили, да, рассыпали, положили в торфоперегной на горшочке. Вот у нас рассадка растет в вот таких торфоперегной на горшочках. Вот уже корешки видно спокойно, которые пропускают. Видите, как корешкам спокойно, да, да, они спокойно проходят через нее. А этот сорт у нас называется шоколадный. И вот рядышком я вам сейчас покажу такой же сорт томата, посеянный в одно и то же время, распекированный в одно и то же время, но в другую почвенную смесь. Так, Маша. Вот такой же самый сорт томата, тоже называется шоколадный. Как будто две огромные разницы. Да, да, вот посмотрите, они посеяны в один и тот же срок. И вот посмотрите, что в этом случае на почве бывает. Вот я увидела, видите, такой налет белесый на почве. Это говорит о том, что торф очень кислый. И он не пропаренный, естественно. И там могут быть и плесень, это могут быть вот грибки небольшие. Поэтому обязательно вот такой грунт, его нужно рыхлить. Можно собрать вот этот грунт, который с налетом, собрать. И насыпать хорошей почвой. Можно подсыпать вот эти растения песком, что мы и будем делать. Или растолочь активированный уголь, подсыпать, чтобы убить вот эту инфекцию. Ну, у нас есть пульверизатор с водой, марганцовка там разбавлена. В общем, светлый розовый раствор марганцовки будем опрыскивать. Вот вы видите, какой контраст, как почва может влиять на рост вашей рассады. Один и тот же сорт, одни и те же сроки, а разница очень большая. Поэтому не поленитесь, привозите сами собственноручно сделанный грунт, который вас не подведет. А вот в таких пакетах можно купить совсем не то, на что вы рассчитываете. Наталья Викторовна, мне кажется, наш эксперимент и пробу вырастить рассаду, причем даже не в домашних условиях, а в условиях офиса, удался. Как вы считаете? И, наверное, это показатель того, что все-таки рассаду стоит пытаться вырастить самому, а не сразу бежать в магазин и покупать и тратить деньги. Конечно. Стоит выращивать рассаду. Во-первых, я сказала, что процесс увлекательный. А потом, вы знаете, что овощи, выращенные собственными руками, они всегда кажутся. Не только кажутся, они так и есть, они вкуснее, они полезнее. Потому что вот эти томаты, которые будут расти на грядке, мы знаем, что там нет ни добавок химических, ни нитратов, выращены собственными руками. А если оно выращено, да еще и собственно выращенные рассады, то здесь двойной успех и полный восторг. Поэтому, знаете, какое чувство гордости у человека, когда вот эта петунья собственными руками выращена, томаты, вот такого маленького семечка до красивых красных томатов. И я думаю, что наши дачники тоже поедут скоро на дачу, повезут свою рассаду, будут ее высаживать и она их будет радовать и цветением, и хорошим урожаем. Ну и мы свою рассаду тоже отвезем на наши дачные участки и рассадим что-то в теплицу, что-то уже высадим в открытый грунт. И надеемся, что оно будет расти замечательно и все приживется хорошо. Чего желаем и нашим дачникам хорошей посадки. Спасибо, Наталья Викторовна. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова